Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Кабешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи прошел городской выпускной бал. Около двух тысяч вчерашних школьников шагнули во взрослую жизнь. Детские походы, уход за памятниками – все это их инициативы. Сочинский молодежный актив пригласили на встречу с главой города. В Сочи стартовало «Вежливое лето». Цель не просто развлечь ребят, но и научить их быть гостеприимными. Шаг вперед для юных и шанс найти звездочек для тренеров стартовал турнир по художественной гимнастике «Черноморочка». Две с половиной тысячи выпускников выступили на губернаторском балу. Грандиозный праздник для бывших школьников прошел в Краснодаре. Сюда приехали отличники учебы со всех районов края. Парадом они прошли по улице Красной от сквера имени Жукова до сборной площади. Выпускников приветствовал глава региона Вениамин Кондратьев. Впервые губернаторский бал прошел под открытым небом. В танцах в этот день школьники себе не отказывали. На площади звучали ритмы сальсы и мелодии вальса. Соборная площадь города Краснодара впервые принимает губернаторский бал. Столь многочисленный и, наверное, самый красивый за все 11 лет бала. А вы главные герои этого бала. Наши самые лучшие, самые красивые выпускники. Гордость нашего края. Сегодняшнее его украшение. Я вам желаю взлететь высоко, как можно выше. Но вот когда взлетите, когда, как говорят летчики, встанете на крыло, окрепнете, не забывайте про свой край, про свою землю. Вы знаете, есть такая поговорка, где родился, там и пригодился. А я бы хотел, чтобы вы летали в небе Кубани. Наше небо всегда открытое для вас. Развлекательная программа для выпускников длилась несколько часов. На сцене выступали команды КВН и молодежные группы. Весь вечер работали различные интерактивные площадки. А кульминацией губернаторского бала стал салют в честь бывших школьников. А в Сочи прошел городской выпускной бал. Около двух тысяч вчерашних школьников со всех районов курорта одной колонной прошли от Северного мола морского порта до концертного зала фестивальной, где сами выпускники устроили настоящее представление в честь завершения учебы. Если театр начинается с вешалки, то выпускной бал начинается с шествия. Традиционно колонна сочинских выпускников прошла от Северного мола морского порта к концертному залу фестивальной. Остановка была только одна перед ротонтой, где теперь уже бывшие школьники устроили театрализованное представление под открытым небом. Их взрослая жизнь еще не началась, но многие уже поняли, что будут скучать по своему второму дому. Наша школа любимая, десятая, самая лучшая. Очень любим школу, друзей, одноклассников очень будут скучать. Второй дом, любовь, друзья и, конечно же, самые лучшие люди. Материан ругают, это все равно наш второй дом. Еще одна традиция. Выпускников приветствует мэр Сочи. Анатолий Пахомов пришел поздравить бывших одиннадцатиклассников с началом взрослой жизни. Тысячу восемьсот девяносто наших девчонок и ребят. Это самый памятный день сегодня, потому что позади остались одиннадцать лет учебы в школе. И школа для них уже стала родным домом. И сегодня уже тот день, когда он войдет в память навсегда. И этот день будет определять, когда все наши девчонки, ребята, которые были раньше просто детьми, выходят совершенно в самостоятельную жизнь. Педагогам и родителям есть чем гордиться. В этом году многие из сочинских выпускников стали победителями школьных олимпиад различных уровней. 14 юношей девушек получили максимальные 100 баллов по итогам ЕГЭ. У нас в этом году 160 медалистов, что на 20 человек больше, чем в прошлом году. Наши дети показали гораздо больше высоких результатов по единому государственному экзамену, чем в прошлом году. Очень надеемся, что и оставшиеся результаты, которых мы еще пока не знаем, тоже будут высокими. Программу бала выпускники полностью подготовили сами. На репетиции ушло два месяца. Разучивали бальные танцы, ставили вокальные номера, снимали клипы, в основу которых легли общие школьные воспоминания. Торжественный дресс-код, юноши только в строгих костюмах, девушки в вечерних платьях. Этот праздник, по словам выпускников, они вряд ли забудут. Галита Моисеева, телекомпания ФКТ. Сочинский молодежный актив пригласили сегодня на встречу с главой города. В День молодежи Анатолий Пахомов поблагодарил инициативных творческих ребят и вручил им грамоты и благодарственные письма. Это как раз те молодые сочинцы, которые принимают самоактивное участие в жизни города. Они организуют различные мероприятия и часто сами становятся инициаторами создания клубов или движений. Студентка Галина Бавилова организовала молодежный клуб «Альтернатива» и вместе с другими сокурсниками факультета экологии вводит детей в увлекательные походы. Причем не боится брать на себя ответственность и берет в город трудных подростков. Мы были в Лобинском районе Краснодарского края. Это для нас была неизведанная территория. И поначалу, конечно, было очень сложно, трудно. Большие километры нам приходилось проходить, большие рюкзаки. Но по преодолению этих маршрутов, этих километров, мы становились все ближе друг к другу. И ребята открылись для меня совершенно другой стороны. Сегодня грамоты и благодарственные письма получили еще и те молодые люди, которые не просто набудят порядок около памятных мест на территории Сочи, но и реставрируют их. Это активисты молодой гвардии «Единой России». Во-первых, это для себя моральное удовлетворение получаем. То, что мы помогаем людям. Элементарные слова благодарности для нас – это, как я не знаю, песня для души. Ну, и на пользу города. А еще молодежь отличилась при проведении различных антитабачных шествий, акций и флешмобов. Они призывают сочинцев и гостей курорта вести здоровый образ жизни, жить интересно, с уважением друг к другу. Яна Тазлиям три года назад совет школы выбрал президентом. В этом году она победила в городском конкурсе «Лидер года». Знаете, я считаю, что нужно быть просто активным и жизнерадостным, чтобы успевать… И, во-первых, самое главное правило лидера – это успевать все. То есть, совмещать приятное с полезным. Сегодня молодогвардейцы работают на детских дворовых площадках. Это тоже социальная инициатива молодых сочинцев. Глава города с гордостью отметил, что Сочи получил новое, достойное и интересное поколение. Поколение, которое росло и выросло в условиях подготовки к Олимпийским играм, в условиях мотивации к спорту, к здоровому образу жизни. Это замечательно. Нам бы это не потерять, а наоборот, чтобы эта работа шла по наступателям. Чтобы как можно больше ребят выбирали для себя спорт. Сегодня были отмечены не только те ребята, которые занимаются активной общественной деятельностью, но и те, кто достиг успехов в учебе, творчестве и спорте. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Сочинские врачи признаны лучшими в России. Такую оценку деятельности наших медиков дала Центральная конкурсная комиссия. Всего было рассмотрено 658 работ врачей из 66 субъектов Российской Федерации и 6 федеральных ведомств. Конкурс проводился по 36 номинациям. Из них 6 в рамках премии «Призвание». Проходил он в три этапа. В каких номинациях отличились сочинские врачи и кто эти герои узнала Татьяна Говоркова. Краевая больница номер 4. Она обслуживает больше 100 тысяч адлерцев. А в летний сезон до миллиона иногородних отдыхающих, оказывая медицинскую помощь по 32 медицинским специальностям. На протяжении 14 лет этой больницей руководит заслуженный врач России, заслуженный работник здравоохранения Кубани, кандидат медицинских наук, практикующий врач-кардиолог Константин Афлиди. Именно он и был признан Центральной конкурсной комиссией лучшим руководителем медорганизации. Заслуга не моя, подчеркивает главврач, а всего коллектива. Огромную помощь оказала и городская администрация. Те преобразования, которые произошли в больнице, и, конечно, их невозможно было бы, если бы не было взаимодействия с городом, если бы нам на городском уровне не помогали, на уровне министерства здравоохранения, края, потому что все это делалось, в общем-то, не одним человеком, а целым коллективом. Поэтому я считаю, что это заслуги в целом всего нашего города. Как раз в период подготовки к Олимпийским играм в сентябре 2013-го был построен хирургический комплекс. Появилось самое современное диагностическое и лечебное оборудование. Привлечены высококвалифицированные специалисты. В состав краевой больницы входит и детская поликлиника. В скором времени планируется открыть еще одну на улице Кирпичная. И полученная награда за конкурс как раз пригодится. Приз достаточно большой, это 500 тысяч рублей. Конечно же, я их не возьму себе. Обязательно будет, мы еще посоветуемся с коллективом, с нашим министерством, куда их направить. Потому что сегодня одна из основных задач – это оказание медицинской помощи населению, особенно детскому населению. Скорее всего, вот эти все деньги я направлю на то, чтобы закупить оборудование для этой поликлиники. На вызов 10-й бригаде 10. Доктор Хачатурян, пожалуйста, на вызов 10. А это уже подстанция Адлерской скорой помощи. Ежедневно на помощь больным по этому коридору спешит врач первой категории Сема Хачатурян. За свой 29-летний стаж ему приходилось оказывать неотложку в разных ситуациях. Одной из последних стало прошлогоднее июньское наводнение. За работу во время ЧАЭС Сема Сергеевичей был отмечен на всероссийском конкурсе в номинацию за медицинскую помощь пострадавшим во время войн, террористических актов и стихийных бедствий. Мы даже нарушали инструкции, когда обслуживали пациента, помощь оказывали, потому что кто-то в лодках, по грудь, в воде и так далее. То есть, как МЧСники, в роли МЧСников выступали. Делали свое дело, а дальше уже что получилось, то и было. Не стремятся быть лучшими, а просто профессионально и качественно выполняют свою работу многие сочинские медики. Тех, кто был отмечен на краевом и всероссийском конкурсах, поздравил и мэр города Анатолий Пахомов. Грамоты и благодарственные письма от Министерства здравоохранения Краснодарского края врачи получили в канун профессионального праздника – Дня медицинского работника. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. За выходные спасатели четыре раза оказывали помощь гостям и жителям Сочи. Группа из восьми человек заблудилась в районе Огурского ущелья. Спасатели вывели туристов к дороге. Молодые люди оказались гостями из Москвы, Архангельска, Невиномыска и Минска. Самому старшему из них 26 лет. 25 июня сотрудники МЧС выехали в горы у поселка Якорная щель. По сообщению очевидца, мужчина упал с квадроцикла и получил травмы. Спасатели в носилках транспортировали пострадавшего до автомобиля скорой помощи. По предварительному диагнозу, 32-летний местный житель получил перелом ребер. В этот же день группа спасателей на вертолете вылетела в высокогорье к приюту Фишт. Туристы сообщили в МЧС, что один из участников группы получил травму ноги и не может дальше идти. Спасатели оказали 35-летнему жителю Астрахани доврачебную помощь и на борту вертолета транспортировали его в Сочи. По предварительному диагнозу, турист получил растяжение связок голеностопа. Для дальнейшего обследования был передан врачам скорой помощи. По данным Министерства гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Краснодарского края 27 и 28 июня в Сочи ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Все экстренные службы города переведены на усиленный режим работы. Администрация курорта просит жителей отдыхающих проявлять бдительность. К другим новостям. Во вторник газа не будет в части Хостинского района Сочи. Специалисты проведут плановые работы на газопроводах в рамках подготовки к зиме. На период работ с 8 до 17 часов будет временно приостановлено газоснабжение потребителей улиц Ломоносовская, Фабрициуса, Армянская, Приулков, Армянский, Конторский, Речной и Овощной. Газоснабжение будет возобновлено после завершения работы только при наличии действующих договоров на техническое обслуживание внутридомового оборудования, сообщает Сочи Горгаз. В целях безопасности и для более быстрого подключения домов жителям необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами. Даховский редут, форт Александрия, Новогинское укрепление, дом греческих купцов, первая поликлиника. Карина и сочинцы знают, что все это одно и то же место на улице Москвина. В историческом центре курорта собрались представительные гости, а творческое пространство форта теперь открыто для всех. Здесь не было традиционного разрезания красной ленточки. Церемония больше походила навстречу друзей. В числе приглашенных – руководство города и творческая интеллигенция. Объединяющим всех фактором стали любовь к искусству и уважение к истории. То, что сегодня произошло, произошло то, что мы имеем сегодня исторически восстановленный объект. Да еще здесь появилась арт-галерея, которая будет давать возможность нашим художникам, художникам России, выставлять здесь свои работы. Этот объект будет объектом посещения. Я уверен в том, что экскурсионные компании города Сочи при формировании турпродукта, туроператоры в обязательном порядке будут включать именно экскурсии на этот объект и будут рассказывать и об истории. И нужно эту правду все равно говорить. История есть история. Несмотря на то, что форт является частной собственностью, в мэрии никогда бы не позволили, а историки не простили бы, если в историческом ядре у стены военного форта 1838 года, вокруг которого образовался посад Сочи, открылся какой-нибудь ресторан. На создание условий для организации творческого пространства ушли десятки миллионов рублей – частных вложений. Историческая стена наконец стала частью музея, ее фрагменты – частью экспозиции снаружи и внутри здания. Теперь в арт-галерее ждут всех неравнодушных к живописи. Первыми на сот сочинцев и гостей курорта выставили свои работы местные художники. Вместе с ними и иногородние живописцы. И, судя по коллективным творческим проектам, все указывает на международное будущее форта. Конечно, с помощью Академии художников, с помощью правительства Москвы, нашего российского правительства, уже есть предпосылки, уже две выставки состоялось в Китае, в городе Шеншене, 17 миллионов жителей. Там проходят выставки искусства и индустрия. То есть во всем мире ставится все-таки во главу угла. Искусство, духовность, а индустрия, если это все есть, индустрия высокого качества. Маслом на холсте можно нарисовать даже мечту. Чтобы рассмотреть все полотна, одного посещения недостаточно. Невольно появляется желание украсить такими же работами стены собственного дома. И это здесь возможно. Вдохновлен и восхищен написал в книге отзывов Анатолий Пахомов и пожелал организаторам творческого пространства удачи в реализации дальнейших проектов. Благословил и осветил историческое место настоятель Сочинского собора Михаила Архангела. Так что 24 июня вполне можно считать именинами форта. К слову, памятнику истории через два года исполнится 180 лет. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Наше вежливое лето. Новый проект под таким названием стартовал в Сочи по инициативе «Единой России». В течение каникул в гости на детские придомовые площадки будут приходить различные творческие и спортивные коллективы. Цель не просто развлечь ребят, но и научить их быть активными, вежливыми и гостеприимными. Такую картину на детской площадке в одном из дворов по улице Чайковского можно наблюдать нечасто. Дети не бегают и прыгают, а тихо сидят и внимательно смотрят и слушают. В гостях у ребят театр актера и куклы «Саквояж». Дети увидели сказку путешествия «Любопытный слоненок» и прикоснулись к удивительному миру кукольного театра. Это такая атмосфера уличного театра, уличного искусства, которая всегда нравится, всегда увлекает, потому что вдруг ты неожиданно оказываешься в сказке, например, как у нас сегодня. Ну а после отправились в мир вежливых наук. В такой игровой форме детей учат быть добрыми, дружелюбными и гостеприимными. Это цель новой программы «Наше вежливое лето». Чтобы жители города Сочи, они были гостеприимны к нашим гостям, чтобы дети познавали, что такое дружба, что такое искренность, чтобы те гости, которые приехали в наш любимый город Сочи, столкнулись только с дружелюбием и только вежливостью со стороны сочинцев. Вторая часть программы – спортивная. Захватывающие трюки показали участники команды «Воркаут Сочи». Площадок строится сейчас очень много. Они хорошие, качественные, на них очень удобно заниматься. И мы, как довольно старшее поколение, хотим приобщить наших малышей, ребят, к этому чудесному виду спорта, для которого нужны только турники и все, и желания. Программа «Наше вежливое лето» не ограничится только выступлениями театра и воркаутеров. На курорте летом открыты 145 площадок. Над ними взяли шефство сочинские единороссы. Они продумали разнообразную программу с многочисленными мероприятиями. Цель – отдых и оздоровление юных горожан, которые летние каникулы должны провести с пользой. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи в эти выходные прошел всероссийский турнир по вольной борьбе. Посвятили его памяти героя Советского Союза Ерван Тагараняна. Уже по сложившейся традиции соревнования прошли на базе отеля «Весна» в спорткомплексе Александра Карелина. Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти героя Советского Союза – сочинца Ерван Тагараняна проводится в городе уже 18 лет подряд. И уже в 12-й раз турнир такого высокого уровня принимает спорткомплекс Александра Карелина отеля «Весна». Гараняна я лично знал. Он такой трудолюбивый, прекрасный человек. Он раньше, 12 лет тому назад, он присутствовал даже на открытиях. Мы на гуманитарной основе проводим все это. Без денег, без никаких. И стараемся все сделать так, чтобы им было здесь комфортно, уютно. И залы у нас имеют такие возможности. Когда еще в 90-е турнир только начинался, в нем принимали участие лишь местные борцы-вольники. В этом году на ковер вышли уже более 100 спортсменов со всех уголков России. Ведь цель турнира – не только популяризация и развитие вольной борьбы в городе Сочи, но и расширение спортивных связей между вольниками из разных городов страны. У нас одна задача, чтобы те школьники и та молодежь, которая есть здесь в Сочи, в городе, в крае, и не только в Краснодарском крае, соответственно, чтобы оно привлекалось именно в этот спортивный комплекс, потому что здесь присутствуют мастера высшего класса. Участникам, которые заняли на турнире с первого по пятое место, присвоили звание кандидатов в мастера спорта. Кроме того, турнир имени Гораняна – это прямая дорога на чемпионат России, а там уже и на международную арену. Кстати, именно с побед на этих соревнованиях начинался путь многих звезд российской борьбы. К слову, национальная команда борцов в спорткомплексе Карелии на в год проводит больше 40 сборов. А это значит, у юных борцов будет возможность пообщаться с лучшими вольниками страны, включая олимпийских чемпионов. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи завершился командный чемпионат Федерации настольного тенниса России среди мужчин и женщин. Борьба за выход в финал была достаточно жесткой, да и соперничество оказалось более чем серьезным. К слову, плей-офф командного чемпионата России стал последней тренировкой для теннисистов, которые в августе будут защищать честь страны на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Итоги соревнований в нашем сюжете. 19-й лично командный чемпионат по настольному теннису принимал спорткомплекс «Югспорта». Соревнования всероссийского уровня, к слову, уже второй раз проходили при поддержке Федерации настольного тенниса Краснодарского края и мэрии Сочи. Вместе с сочинскими зрителями за спортсменов болела глава города. Анатолий Пахомов отметил, судя по статистике, мероприятие такого уровня мотивирует горожан заниматься олимпийским видом спорта. За два года мы набрали оборот, и это благодаря тому, что Федерация настольного тенниса России установила взаимодействие с администрацией города, с управлением по спорту. И сегодня в городе Сочи настольным теннисом уже занимается 300 детей. Это еще и, конечно, немного. Но то, что уже следующий чемпионат Европы по настольному теннису пройдет в городе Сочи, это еще одна мотивация и еще одна возможность увеличить количество тех жителей города, которые выберут для себя теннис настольный. Поддержать теннисистов приехал и председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса России Игорь Левитин. Помощник президента развеял слухи на тему допинга, подчеркнув, что в российском настольном теннисе случаев использования запрещенных препаратов еще не было. Ко всему прочему, у спортсменов нет необходимости в дополнительной стимуляции, о чем говорит и высокий уровень сочинского турнира. У нас команда из Таганрога впервые вышла в финал. Вот с Архангельском бьются за золотые медали. И команда из Москвы также заняла второе место впервые. Это олимпийский вид спорта, настольный теннис. Сочи – столица олимпийских игр в России. Поэтому мне кажется, что это знаково для Сочи, что Сочи может не только организовать зимние виды спорта, но и летние. А здесь организовано на высоком уровне. Это признают и наши иностранные спортсмены. Итак, в равной борьбе в премьер-лиге командного чемпионата России по настольному теннису на высшую ступень пьедестала почета все же поднялась команда ТМК «Тагмед» из Таганрога. Это среди женщин. Архангельцы оказались вторыми. Мы не ожидали этой победы. Для нас было очень хорошо попасть уже в финал. Мы были бы этим очень довольны. Но поскольку все так сложилось, то мы в миллион раз счастливее. И сейчас мы испытываем только радость, счастье и веселье. Сочи, естественно, нравится. Я здесь нахожусь 9 числа. У нас был сбор национальный сборный. Очень хороший тренировочный процесс поставлен. Среди мужчин призерами плей-офф командного чемпионата стали теннисисты из верхней Пышмы – команда УГМК. Серебро у Спарты – Эндка. На третьей ступени пьедестала поздравляли команду «Факел Газпром» из Оренбурга. Новые чемпионы России получили не только заветные медали и кубки, но и право играть в Лиге чемпионов европейских стран и в Лиге Европы. Что же касается популяризации настольного тенниса в Сочи, то эта программа продолжится в 2017 году. В феврале на курорте пройдет чемпионат Европы по настольному теннису среди молодежи. Олимпийская столица станет и местом проведения ветеранских турниров, обещают организаторы. Галина Моисеева, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». В Сочи проходит традиционный лично командный турнир по художественной гимнастике «Черномурочка». Соревнования впервые проводятся в Федеральном центре единоборств «Югспорт». В турнире принимают участие 400 гимнасток из 12 регионов России. Есть и команда из Украины. В борьбу за медали вступили как совсем юные спортсменки 2011 года рождения, так и опытные мастера спорта. В соответствии с возрастной категорией программа выступления, новички показывают упражнения без предмета. Те, кто постарше, выступают с лентами, булавами, обручем и мечом. Семилетняя сочинка Соня Кургускина занимается гимнастикой уже пять лет. Это второе ее участие в этом турнире. Перед выступлением волнуется, поэтому о заслугах дочери говорит мама. Призабы, да, получаем регулярно, но обычно в тройке, тройку получаем, тройку лидеров берем. Мы в лагере были, у нас тренировки были с 9 утра до 5 вечера, 3 недели. Турнир дает не только возможность выявить сильнейших для участия в последующих чемпионатах, но и шанс для самих спортсменок получить разряд или звание кандидата в мастера спорта. Оцениваются личные и групповые выступления. Кстати, в этом году турнир «Черноморочка» проходит не как обычно в зале 8-й гимназии, а на профессиональной площадке центра «Югспорт». Здесь, конечно, условия, атмосфера уютная, конечно, и то, что сейчас жара такая, это сама здесь так приятно находиться. Здесь мы уже смотрим, какой рост идет эта самая гимнастика, и уже отбираются гимнастки на вывозы, на соревнования. Соревнования завершатся 28 июня. Тогда будут подведены итоги. Победители наградят грамотами и медалями. Лучшие гимнастки вновь выступят на площадке центра «Югспорт» в июле. Здесь пройдет турнир «Русалочка». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущих «Бьюти Рум Далс» – студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс.